Совершенно так в сторону этого делается. Представьте себе, что у вас есть S-человек. Каждый из них загадал число. От нуля скажем до M-1. Вот каждый их загадал число. А потом эти люди разошлись по кому-то. Соответственно тому числу, кто они загадали. Спрашивается. Какова вероятность, что два конкретного человека, K-1 и K-2, это их номера. И те, которые они загадали, номера как людей из этой серии. Какова вероятность, что они окажутся в одной комнате? Это выглядит так, ну какие-то M, M. А задачу можно переформулировать гораздо проще. Есть два человека. Оба загадывают число от 1 до 100. Какова вероятность, что они загадают одно и то же число? Так, 1 сотая. Давайте разберемся, почему 1 сотая. Ну, два способа, если это объяснить. Первый способ такой. Ну, два числа загадывают. Сколько всего вариантов? Какие исходы? Это пара чисел. Сколько всего пар чисел от 1 до 100? 100 в квадрате. 100 в квадрате. Что значит, что они загадали одно и то же? Значит, это пара, у которых первая и вторая компоненты совпадают. Таких сколько пар? 100. 100 разделить на 100 в квадрате получается 1 сотая. На то же самое можно посмотреть немножко иначе. А именно, что загадывает на самом деле один человек. Вы-то уже загадали. Если он пытается просто отгадать ваше число, тогда ему надо отгадать одно число из 100. Получится тоже 1 сотая. Ну, а соответственно, здесь какой будет ответ? Какова вероятность, что они загадали одно и то же число? Если они загадывают уже не от 1 до 100, а из m чисел. 1 m. Теперь, знаете, вот это, кажется, какая-то относительно искусственная ситуация, но она имеет отношение к задаче о том, как хранить данные в компьютере. Так, чтобы было удобно. Но и, в принципе, не только в компьютере, а дома, в библиотеке, где угодно. Ну, вредно все хранить, как на складе. Заложили штабелями, и потом, чтобы что-то найти, надо все перерыть. Обычно всегда все раскладывается как? По каким-то сегментам, да, по каким-то ячейкам. Вот, так сказать, как проще искать. Знаешь, что нужно знать, чтобы искать, когда все разложено по полочкам. Вот, например, в этой задаче я хочу найти человека. Что мне надо знать, чтобы его найти? Число, которое он загадал. То есть мне надо знать функцию, как найти. Надо знать функцию h из, ну, скажем, мы людей тоже номеровали от ряда n-1 в множество от ряда r-1. Эта функция по номеру ка выдаёт номер комнаты. То есть то число, которое человек загадал. Правильно? Дальше я сварду на этот номер комнаты, иду в эту комнату, и там ищу этого человека. Что важно при таком действии? Чтобы вот поиск был максимально простым. Что важно? Что бывает плохого? Плохо, если, несмотря на все ваши старания, они загадали одно и то же число. Тогда вы, получается, их пытались распределить по комнатам, а они зачем-то сели в одну. Правда? Ну, вероятность, что они загадывают одно и то же число, она одна n. Так? Получается, что, ну, вот если мы взяли там одного фиксирования человека, то сколько в среднем будет людей, загадавших то же самое число? n на n. n на n. То есть, получается, что в каждой комнате в среднем, знаешь, шаг всегда будет. Их будет n на n. Так вот, это хорошая ситуация, когда там люди как-то загадывают, друг другу не советуют и так далее. Но если мы теперь смотрим на эту же задачу, как на распределение данных. То есть, есть данные на вход этого числа, скажем, от 0 до n на 1. И есть функция h. Вот эта функция называется хэш-функция. Хэш-функция. Которая раскладывает фактически эти числа по ячейкам. То, смотрите, нельзя быть уверенным, что входные данные будут хорошо распределены. Ну, например, нет проблем взять функцию такую. h отгар, это просто остаток выделений на n. Правда? Ну, в итоге, если все числа запустить, то, конечно, она это разложит по полочкам. Но проблема в том, что вас, на самом деле, запуск всех разложенных чисел не интересует. А представьте, что у вас вот такая замечательная функция, она все раскладывает, все числа раскладывает по полкам. Но на вход подаются M, 2M, 3M. И вместо того, чтобы заполнять табличку и искать по ней легко все, что нужно, у вас опять получается вот эта ситуация, когда все загадали одно число. И понятно, что с этим не очень просто справиться, потому что входной поток не контролируется, какие подаются на вход, чисто такие есть. Вот как, представьте, вот вы приходите на Олимпиаду, и вас рассаживают обычно там по буквам фамилии. Ну, в принципе, обычно народ как-то рассаживается. Но вдруг все пришли, а у них у всех фамилия на букву Ян. Ну, или таких достаточно много. И все сели в одну эту аудиторию, даже не поместились. Такое может случиться, спрашиваясь, как с этим можно пытаться бороться. Как раз, есть очень красивый, на удивление, очень простой рецепт. А давайте заведем не одну-то же функцию, а много. Давайте заведем в семейство. То есть для нас это просто семейство отображения отсюда, вот сюда. И будем выбирать случайно отсюда функцию. А потом уже с помощью нее раскладывать по лечению. И будем говорить, что эта функция универсальна, значит, что заведем универсальна хэш-функция. Если заведем следующее. Если вероятность, что h от k1 равно h от k2 не превосходит одной герману. То есть, что это похоже, ну, для любых k1 и k2. Значит, что это похоже на загадывание чисел. Ну, только теперь, смотрите, вот эта, на самом деле, замечательная мысль, что не надо требовать, чтобы люди загадывали числа. Давайте будем выбирать функцию случайно. Ну, и кажется, это, наверное, очень сложная задача. Как так функцию научиться? Как завести семейство функций, чтобы их выбирать случайно? Выразительный розовод делается элементарно. Вот, смотрите, даже формулу можно написать. Вот, давайте прям пример, как был семейство. И попробуем понять, как, значит, это происходит. То есть, вот, заведем два параметра. А, значит, прежде всего заведем два параметра, сделаем следующую штуку. Возьмем простое число больше n. n это вот, да, где-то большое количество. Больше n большого. Это простое число. И возьмем два числа. Значит, а у нас будет от 1 до b-1. b будет от 0 до b-2. И проделаем допушку. Значит, для каждого из этих параметров у нас будет функция. Это просто, что я беру функцию, которая задана a и b. Сейчас вы увидите как. Которая действует по такому правилу. Значит, я беру ak плюс b. Я напишу, а вы скажете, понятно, это запись. По модулю bk. А потом по модулю m. На русский язык переводится так, что я беру здесь остаток при делении на p. А потом у того, что получилось, беру остаток при делении на n. Понятно, да? То есть я беру то число k, которое на входе. Ну, там науки будем называть ключом. То есть беру это число k. Делаю с ним вот такое преобразование линейное. Умножаю на а и добавляю b. Потом беру остаток при делении на b. А у того, что получилось, беру остаток при делении на m. Фактически делается следующее. Да, эти k, они идут как угодно, но мы их дополнительно перемешиваем. Вот это преобразование, это такое дополнительное перемешивание этих номеров. Где здесь выбор? Значит, как будет происходить случайный выбор? То есть мы заведем табличку. Здесь у нас будет а, здесь б. И в табличке, собственно, пары чисел. Вот мы будем случайно вынимать отсюда а и б. И использовать такую функцию. Давайте проверим, что для этой функции выполнено вот этот ненависть. Попробуем оценить вероятность того, что два элемента, когда попадут в одну комнату. Ну, это вот называется калийский. Значит, вот, давайте попробуем это сделать. Как связано m и b? Ну, у нас m и b практически никак не связаны. У нас есть m и n, они даны. У нас данные бывают не больше, чем n, но мы раскладываем их по n кубу. Вот и все. Это числа, которые задаются. Теперь b это просто простой веществу больше n. Больше ничего не происходит. Вы, грубо говоря, просто из всех таких преобразований, на самом деле, вот представьте, что вы просто никакой а и b здесь не брали. Допустим, а единичка, b 0. То вы с этим k вообще ничего не сделали. Это понятно? Представляете, билогушный k это число от единицы от нуля до n минус одного. Значит, если вы возьмете в качестве а единичку, а, b 0, то какой остаток? Ну, оно само и есть. Дальше. А дальше вы просто берете ручку остаток определения на m. Ну, это как вот в простую ситуацию распределить это число поем ящика. Ну, вот если а и b не такие простые единичка и ноль, да, а какие другие, то вы, получается, прежде чем посчитать этот остаток определения на m, прежде чем сказать, в какую ящерину идти, вы дополнительно что-то преобразуете. Вот это как-то перемешиваетесь в штаб. Как-то его сдвигаете в полном. Значит, вот давайте попробуем, ну, давайте мы с этим разберемся, наверное, это уже может быть лучше. Значит, вот смотрите, как можно понять, что это будет то, что нужно. Значит, итак, мне нужно вычислить вероятность того, что a, b от k1, это h, a, b от k2. Вы знаете, что я знаю? Я знаю, что k1 не равно k2. Вот у меня заданы два числа, k1 и k2, они не равны. Спрашивается, выбираю случайно a и b, с какой вероятностью будет это равенство? Ну, давайте смотреть. Значит, как же может оказаться, что они равны? Давайте посмотрим, могут ли они оказаться равными до того момента, пока мы возьмем остаток выделений на m. Может ли так быть? что a, k1 плюс b имеет такой же остаток, как a, k2 плюс b. Вот f, a, выделение на m. Может ли оказаться, что эти два числа имеют одинаковый остаток? Нет. Потому что он большой, меньше, чем p. так, а как это позволяет понять, что тогда, что нет? Ну, вычесть a, k2 плюс b. Если мы вычтем, да, что получится? Опять будет a, k1 минус k2, получится, что это должно делиться на b. Так? Но у нас a не делится на b, а b, напомню, простой. И k1 минус k2, это какие числа? Они меньше n, значит, и меньше p. Они тоже могут делиться, только здесь 0 получится. Значит, получается, что эти числа обязательно разные. Согласны? Что какие я a и b не взял из указа, эти числа всегда будут получаться, эти остатки будут получаться различными. Теперь смотрите дальше, вы можете заметить. А, ну, давайте вот представим, что я вам сказал, чему равно вот эта остатка, и чему равно вот эта остатка. Сможете вы сказать, какие были a и b взяты? Значит, вот взяли, вам сообщали, что остаток, вот у этого числа это t1 в пределении на b, и остаток, вот у этого числа, a k2 будет b, это t2 в пределении на 2. Вот сможем ли мы отсюда узнать a и b? Значит, а b к 1, а 2, то они, они различны. Ну, кажется, что это похоже на что? Потому что в седьмом классе систему из двух уравнений надо, значит, на две неизвестные. Правда? Значит, как можно попробовать отсюда найти, например, a? Ну, надо вычесть одно из другого, правильно? Значит, у нас что получится? Что? Т1 минус t2 это то же самое, что a на k1 минус k2, то есть имеет тот же самый остаток выделения на b. Так сравнимо, напишите, пожалуйста, 3 палочки, конечно, лучше. Три палочки, конечно. Сравнимо. Вот. А как нам отсюда избавиться от k1 минус k2? Везли, да. Ну, вот, надо на него как бы поделить. Вот. Хорошее упражнение, что если взяли число, ну, в данном случае это совсем одно и простое. Значит, вот у нас есть, смотрите, вот k1 минус k2, ну, будем считать, что k1 больше, чем k2. Это число от нуля до b. Правда? Причем, ну, k1 и k2 разные, значит, вот взяли число x от единицы до b-1, а b это простое число. То тогда всегда найдется такое число y, что если x на него умножить, то получится 1 в пределении на b. Значит, если я такое число возьму и умножу это равенство на это число y, то смотрите, что у меня получится. будет в качестве x восьмом k1 минус k2, будет y на t1 минус k2, это будет то же самое, что а. Вот я нашел а. Но если я нашел а, то уже нет проблем найти b. Правда? Подставляем сюда, мы считаем, и находим b. Получается, знаете, как хорошо звучит. То есть, если я знаю, какие остатки получились, то я знаю, какие ай-бэбы были взяты. Если я знаю, какие ай-бэбы взяты, то, конечно, я могу посчитать, какие t1 и t2 получились. Значит, можно задачу немножко упростить. А именно можно сделать следующее. Вот у нас была табличка, где мы выбирали пары а и b. А давайте мы заведем другую табличку. Значит, где будут выбираться вот эти t1 и t2. Остатки, которые могут получиться в выделении на b. В принципе, могут получиться любые числа. От 0 до b минус 2. Но мы знаем, что точно не получаются числа одинаковые. То есть, диагонали нет. При этом смотрите, отображение, которое по ай-бэбы вычисляют, t1 и t2. Это вот он, написано буквально. Это надо взять АК1 плюс b и посмотреть остаток введения на b. Взять АК2 плюс b и посмотреть остаток введения на b. То смотрите, как дело в условиях. Это отображение разным парам отсюда сопоставляет разные пары там. Так? Теперь давайте посмотрим, а сколько пар здесь в этой табличке? Сколько здесь всего элементов? Смотрите, b меняется от 0 до b минус 1, а а меняется от 1 до b минус 1. Вверху получается b b на b минус 1. А сколько здесь элементов в этой табличке? b квадратных из 5. Ну, надо взять все. и вычисить b. То есть тоже b на b минус 1. Значит, на самом деле, вот это отображение отсюда сюда это взаимно однозначное отображение. То есть беря клетку здесь и сопоставляя клетку здесь, я разным клеткам сопоставляю разные и все клетки выкрываются. То есть, говорить про выбор клетки здесь или говорить про выбор клетки здесь это одно и тошко. Понятно, да? Если я вам сообщу дверку здесь, которую выкру, будет там указано, там сообщу, здесь. Значит, ей можно думать, что я случайно выбираю не а, а b, а я случайно выбираю просто два неравных остатка вы деление на b. а что я делаю дальше? А дальше я эти два остатка должен сравнить по модулю m. То есть я должен посмотреть, когда они совпадут, когда у них совпадут остатки выделения на m. Вот я взял t1. Сколько в этой строчке чисел, которые имеют тот же остаток по делению на m? Ну, не больше, чем и неравных t1, заметьте. То есть сколько в этой строчке чисел, вот это не считается, которые имеют тот же остаток, но, значит, по делению на m. Их не больше, чем b-1 делить на m. Хорошо, а сколько таких чисел всего в таблице, чтобы выполнялось вот это соотношение? Ну, их тогда не больше, чем b-1 делить на m. А какова же тогда вероятность попасть в такую клеточку? Это вероятность попасть вот в это множество, правда? То есть это надо разделить их количество, но это не больше, чем это количество, разделить на p, на p-1 вот столько всего клевочек таблицы. Ну и видно, что получается одна m. То есть вот таким явным способом можно устроить хэш-функцию, которая будет вот этим свойством предпорять. То есть так называемую универсальную хэш-функцию.